Музей одной картины Музей одной картины Музей одной картины Эт Вильгельмус Государственный гимн Королевства Нидерланды и один из старейших гимнов в мире Эта песня у Вильгельми Первом Молчаливым, принца Иранском и лидера Нидерландской революции 16 века Потомки Вильгельма Первого с 1815 года являются королевской династией Нидерландов Слова гимна были написаны во время нидерландского восстания против Испании Авторство приписывается Филиппу Ван Мармакс Верному другу и ярому стороннику Вильгельму Аранскому Особенностью гимна является то, что он написан от первого лица От имени Вильгельма Аранска Мелодия гимна основана на французской солдатской песне Популярной в 1560-е годы Записанной голландским поэтом и композитором Адрианом Валериус Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом зале Не зря наша встреча началась с гимна Республики Нидерланды Ведь сегодня мы вам расскажем историю одной картины Художника 17 века Дирка Халса Над этим проектом работал весь класс, без исключения Идеи и цели нашего проекта это создание мультимедийного пособия Обучение работе в командах, изучение живописи и музыки голландской эпохи Первый этап работы – деление на тематические группы В которых изучались история Голландии, голландская живопись Музыкальная культура Голландии и голландские народные танцы Второй этап – это сбор материалов В этом нам помогли наши преподаватели Ирина Геннадьевна Лебедева, Татьяна Анатольевна Томашинская Галина Иннокентина Гурина, Елена Олеговна Гайска, Анна Валентиновна Зонкова Третий этап – знакомство с картиной вживую Для этого мы отправились в Музей искусств имени Пушкина Куда как раз привезли работы нидерландских художников Спасибо всем, кто нам помогал Также мы благодарим наших фотографов, которые фиксировали все этапы нашей работы Например, поход на экскурсию, работа в классе, изучение картины А теперь предлагаем вам отправиться вместе с нами в увлекательное путешествие По работе Девка Хауса концерта Посол Людовика XIV говорил о Голландии Весьма малая страна, пригодное радость, что для пастбищ Каковы составляют единственное богатство страны Того, что произрастает там, недостаточно, чтобы прокормить сотую долю ее жителей Поэтому тем не менее, я обратилась к огородничеству И ориентировалась на культуры, приносеченные больше доходов В результате войны Соединенные провинции стали объединением семи государств Которые считали себя независимыми Половина населения жила в городах Это был европейский рекорд XVII век назван историческим золотым веком В течение которого республика достигла своего расцвета в торговле, науке и искусстве Богатство государства увеличилось благодаря работорговле Для введения торговли в Азии возникла Остинская компания Которая вывозила из колонии больших количеств пряностей, рис, кофе и другие товары Прибыль торговли достигала 1000% Рыболовство было национальным промыслом в Голландии Там ловили сельдь, треску и даже китов Знаменитый детский фарфор начал массовой производкой В просто так же пользовались ковры Лотто Названные по произведению венецианского живописца Лоренцо Лотто Который использовал их в своих картинках в качестве модели Быть голландцем отличался с простотой С рождения до самой смерти семейный покой голландцев беспрестанно нарушали торжества Сопровождавшие важные события его жизни Празднули также и религиозные праздники Праздники сопровождались гуляниями, шествами и застольями Отличительным черплой голландского искусства XVII века Было преобладание среди всех его видов живописи Картину украшали дома не только знаменитых людей Но и простых ремесленников и крестьян Они продавались на аукционах и ярмарках Профессия художника не являлась редкой Живописцев было очень много Картины писались небольшого формата В расчете на скромные по размерам интерьеры голландских домов Голландцы хотели видеть в картинах то, что им хорошо знакомо Природу своей страны, море и корабли, свободный дом И вещи, которые их окружают Поэтому в голландской живописи были широко развиты такие жанры, как Натюрморт, портрет, пейзаж и бытовые зарисовки Некоторые из них в первые имени в Голландии достигли такого расцвета, что стали эталоном данного жана В каждом жанре существовали свои офицеры Среди пейзажистов были маринисты, анималисты и живописцы Среди жанристов были художники, которые изображали крестьян и домашний борт Также были художники, которые предпочитали церковную живопись Основная программатика жанровой живописи — это национальный борт Человек в Новой Голландии складывается в 20-30-е годы Малые Голландцы — это обширный круг голландских живописцев XVII века Название возникло в связи с небольшим размером их картин Для них характерны тонкость письма, общее ощущение уюта, близость уединения персонажей, а также выразительность депутата Государство и музей имени Александра Сергеевича Кушкина был открыт 31 мая 1912 года Основателем был Иван Владимирович Светаев На данный момент коллекция депутатского музея насчитывает около 700 тысяч представлений разных жанров и эпох Поначалу музей представлял экспозицию в основном только слепки, а позже уже добавили картину В настоящий момент директором является Марина Девовна Лошак Картина голландской живописи XVII века составляет один из разделов экспозиции Государственного музея имени Пушкина В экспозиции представлены картины Рембрандта, Питера де Коха и Ван Гойна Картина концерт попала в Государственный музей в 1924 году из расуформированного Кромеанцевского музея Попала до этого она находилась вместе с другими шедеврами в частных коллекциях Например, коллекции Ивана Морозова и Сергея Щетуна Исследователи приписывают эту картину первому храмовскому мастеру XVII века Дирку Халсу Сын пламанского сухонщика Родители Дирка и его братья, также являющиеся живописцами Франции, ее стемегрировали из Антверпенопхарми Спасаясь от религиозных гонений со стороны испанских властей Первые уроки живописи Дирк Халс получил от своего старшего брата О чем свидетельствует схожесть в их работах Подобно брату Дирк состоял и в городском ополчении, и в Харлемском риторическом сообществе А с 1627 года Дирк Халс является членом Харлемской гильдии Святой Луки За что и приписывалась авторская картина Харлемскому мастеру В 1620 году Дирк Халс женился на гните Янгс, который родил делами у семерых детей Старший из них Антониус стал знаменитейшим портретистом Голландии Также из учеников Дирка следует ответить Юдита Лейстера, который является ярким представителем Харлемской школы В творчестве Дирка Халса присутствовали и портреты Но главным содержанием его картин было изображение сцен из жизни быта зажиточных бюргеров, гигр, танцев и всякого рода развлечений в тавернах Действие происходило либо в саду, либо в интерьере Типичным обрастанием являются картины «Веселое общество в таверне», «Веселое общество», Посмотрев на которое, мы очень разглядимся, что кипотится на то, что картину концерта написал именно Дирк Халс Потому что очень похожий стиль Художник не пытался выделить индивидуальность персонажей Ему важны были фигуры, жесты, улыбки Трое мужчин и дамы музицируют в небогато обставленной комнате Один из них играет на виоле, гордо сидя на стуле Другой перебирает струны одного из популярнейших инструментов эпохи людьми Скромно сидящая дама с нотами поет Флейтист, единственный человек, который не сидит, играет подорожьей спиной На них надета модная одежда того времени По ней можно сделать вывод, что они буржуа или пуритане На этой картине видна отличительная особенность голландских художников 17 века Большое внимание выделяли проработке мелких деталей Это можно заметить по одежде персонажей Здесь делается акцент на разрыве между одеждой и интерьером Так как из картин делали гравюры, нужно было избегать большого количества мелких деталей на фронте Эта картина является олицетворением того, что музыку в то время считали развлечением и бесполезным занятием Этому свидетельствуют их лица и выражающие заинтересованности в процессе мутицирования Возможно, мужчины пытаются выражать девушку, подобно сиренам в тригганических играх Так почему же картина называется концерт? Слово концерт имеет несколько значений Это гармония, согласие и соревнования В конце 16 века итальянские композиторы, братья Андре и Джованни Габриэли Стали называть концертами свои произведения, в которых инструменты не дублировали хоровые партии Как это было принято в эпоху Ренессанса Также композиторы точно указывали, какой инструмент какую партию играет В это же время во многих европейских странах стало развиваться сольное инструментальное исполнительство Представление о концерте как о соревновании группы солистов и оркестра появилось значительно позже Только во второй половине 17 века А так как большая часть полотен Дирка Халса датирована первой половиной 17 века То можно сказать, что художник не подразумевал соревнования своих музыкантов на картине А изобразил лишь домашнее музицирование, аккомпанирование певицы Ничто не указывает на то, что музыканты играют перед зрителями Также следует обратить внимание на необычный состав исполнителей на этой картине Это виола, вокал, флейта и... Нам не удалось найти произведения голландских композиторов именно с таким составом их инструментов Следовательно, можно предположить, что художник изобразил лишь музицирование на излюбленных в то время музыкальных инструментов А не исполнение концертного произведения Флейта — это деревянный духовой инструмент Виртуозный, с легким, порхающим звучанием Это один из самых древних музыкальных инструментов на Земле Согласно греческой мифологии, изобретателям флейта был сын Гефеста — ордам Первые флейты совсем не похожи на современные, были просто свистком В тросневых трубочках проделывали отверстия для пальцев, и на них уже можно было исполнять мелодию Образцы флейты поперечного типа появились в древнем Китае в 9 веке для нашей эры Этот инструмент получил распространение по всему миру во множестве разновидностей и названий Многие искусствоведы, изучавшие картину-концерт, и замечали, что в плите, стоящий правее всех на картине, играет именно на поперечной барочной плите В нашей картине вы видите его биома-добрача — старинные струны с бочковым музыкальным инструментом Биома-добрача принадлежит семестр биома, поднимавшему в музыкальной практике Западной Европы 16-18-х столетий Инструменты этого семейства были различные по размеру и держали их также по-разному Небольшой инструмент — исполнитель вızмененный кличевый Этот инструмент, называемым биома-добрача Также небольшой инструмент, располнитель в텐âr на колени или на кресло Крупный инструмент – исполнитель втыстаемый между коленями Это биом ряда «даганба» Для порочной пиолог характерен корпус по правой плечами Широкий был признанно ловко. Чаще всего это были пяти-семисторонные инструменты. Конкурентным смеством львов было смейство скрипок. Поскольку у скрипок было более яркое звучание и более стабильный строй, вскоре, к концу XVIII века, они постепенно унесли львов. Люди. Один из самых популярных инструментов ренессанса. С XV по XVI века были распространены по Европе итальянские люди. В них характерна была одна одинарная струна, а все остальные струны были настроены по одинаковым тонам. Одна резонансная, одна для исполнения. На картине директор Халса изображена итальянская людня. Об этом можно судить по полусфорическому конусу и отопнутой колковой головы. Итальянская людня имела 13 струн. Колковая головка отопнута под прямым углом. Супрановая людня появилась в Милане в XVI веке. Она имела 12 струн. На тыльной части инструмента располагался узор из черного дерева и прямомутра. Соответственно, этот инструмент был одним из самых дорогих. Колочо — это итальянская людня XVII века. Она имела 24 лада и самую длинную шейку среди людьев XV-XVII веков. В конце XVI и начале XVII века в связи с утверждением кальвинизма в Голландии распространяются протестантские псалмы. Развивается органное исполнительство. В Мстердале впервые в Европе стали проводиться органные концерты вне службы. Позже в таких концертах стали участвовать и другие инструменталисты. В таких концертах участвовал Ян Сверинг, основоположник Гоголандской органной школы. Особую популярность приобретает бы такое музицирование. Становится популярная игра на ютубе в коллективном органе, игра в ассамбле и на нового родственного исполнения песен. Возвлекают в Бургерске содружество любителей музыки, коллеги на музыку и небольшие оркестры. Это увлечение домашним музицированием отображено на многих картинках голландских художников того времени. Такс Фелик родился в семье органиста. Первый, кто научил его музыки, это был его отец. В Монтверпене в 15 лет Яне сменила пост отца и стала работать в церкви городской. И написала около 250 органов сочинений, матьлетов, псалмов и шансонов. Монтверпене в 15 лет Яне сменила пост отца и стала работать в церкви городской. Сэр Константин Дюркен 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 Один из самых известных голландских музыкантов первой половины 17 века. Сэр Константин Дюркен 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 зрителю всех сословий. Интересен следующий факт. Голландские танцы происходят от шотландских и немецких, так как изначально на территории страны проживают киевские и германские племена. На западной стране преимущественно распространены танцы шотландского происхождения, а на юге немецкие. Однако только ли крестьяне отплясывали танцы? Можно предположить, что и бюргер и зоржи. Ведь Республика Соединенных Провинций в эпоху своего Золотого века была мукальной страной без развитой приборной культуры, без королевского двора с городским населением превышающим сельское и ярких сословных противоречий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Аплодисменты